Добрый день! С вами обзор важнейших событий Литвы, новости недели. Глава страны Даля Грибулскайте в конце недели отправилась в Чикаго, где примет участие во встрече руководителей НАТО. 20-21 мая состоится самый крупный саммит в истории Альянса, в рамках которого лидеры 57 стран, генеральный секретарь ООН, руководители Всемирного банка и ЕС обсудят усиление коллективной безопасности НАТО, противоракетную оборону, миссию в Афганистане и борьбу с новыми угрозами. По мнению президента, в Чикаго будут обсуждаться вопросы, важные для безопасности жителей Литвы, реализация планов обороны балтийских стран, продление миссии воздушного патрулирования, противоракетная оборона. На этой неделе СЕИМ поддержал пакет важных законов, регламентирующих вопросы энергетики. В четверг министр энергетики Арвид Досикмокас представил депутатам национальную стратегию энергетической независимости, благодаря которой будут выявлены основные цели литовского энергетического сектора и направления их реализации до 2020 года для обеспечения энергетической независимости страны. После представления стратегии идея строительства новой атомной станции была одобрена. За проголосовали 57 членов СЕИМа, против – 8, 30 воздержались. Далее проект будет рассматривать комитеты СЕИМа. На финальную стратегию энергетической независимости включен проект строительства Висагинской атомной станции. Это крупнейший инфраструктурный проект в странах Балтии за несколько последних десятилетий. Этот проект, по словам генерального директора Висагина Атомной электрине Риманта Савиткуса, привлечет 10-14 миллиардов литов прямых иностранных инвестиций, предоставит массу возможностей для развития местного бизнеса и будут стимулом для всей экономики страны. Это большие макро- и микроэкономические параметры, которые итакуют в Токио-диджио проекты, и отмечают, что это 2-3 миллиардов инвестиций. Несомненно, это большие показатели макро- и микроэкономики, на которые повлиял размах проекта Висагинской АЭС. И помня, что 60% инвестиций будет приходить из других стран, Японии, Латвии и Эстонии – это беспрецедентные прямые инвестиции, которые во время строительства повлияют на экономику страны и, без сомнения, обладают объектом, который является генератером крупного товара, бизнес связан с ним праслужит еще лет 60. ...экономикой и, бе беонис, и иртолио, и обеекта, который, аскритая, есть диделес прякис генератур, с его связи, иртолио ишликс все 60-е годы лета. Основной вопрос – как решить свои проблемы конкурентоспособной генерацией электроэнергии. Это актуально не только для Литвы, но и для других балтийских стран – центральной Европы. Основной вопрос – какой самый подходящий вариант? В бизнес-плане проведен анализ расходов АЭС с другими видами генерации энергии. Как я уже говорил, что импортируя электричество и получая его из газа, мы тратим в год 2 миллиарда. А с таким проектом можно сделать так, чтобы большее количество этих денег оставалось у нас. На этой неделе Сиим принял еще два важных решения. Парламентарии после обсуждения поддержали предложение Дали Грибу Скайте применить к печатным изданиям льготный 9-процентный налог на добавленную стоимость. Также Сиим поддержал льготы на НДС – на услуги перевозки пассажиров. Идею уменьшить налоговую ношу для общественного транспорта также огласил мэр Вильнюса Артура Зокас, который утверждает, что финансовая ситуация в сфере общественного транспорта ухудшилась после упразднения в 2009 году льготного тарифа НДС. Долг вильнюсского самоуправления в 2008 году составлял 6 миллионов литов, сейчас 48. Кауновского в 2008 году около 15 миллионов, сейчас 35. Это только пример того, когда правительство принимает решения, решает проблемы своего бюджета, совершенно игнорируя влияние, которое оказывают такие решения на самоуправление и конкретных жителей, пассажиров. Два года назад стоимость проезда в Вильнюсе была 1 лит 10 центов, теперь 2 лита. Сегодня самоуправление даже при большом желании повысить цены на проезд не может этого сделать, так как повышение цен на руку правительству. Потому что мы должны платить НДС и от перевозок льготников, которых должны перевозить по закону, но за это мы не получаем компенсации. Сегодня сложилась очень странная правовая ситуация. Результаты, но там не получаем деньги. Так что сегодня была очень качественная ситуация. Проблема пиратства программного обеспечения в Литве – одна из самых серьезных в Балтийских странах. Сегодня представлены данные новейшего исследования компании BSA по поводу использования нелегального программного обеспечения. В Литве уровень использования нелегальных продуктов не уменьшается уже четвертый год подряд. Прошлом году он составил 54%, а стоимость пиратского оборудования выросла на 14%. Ида стигла рекордные суммы в 32 миллиона евро. 504% это индивидуя нам весьма несчастливая. И то есть несчастливая нелегативная ситуация. И какие есть основные факторы, почему этот прятаемый лигий не меньше? Это достаточно сложная и медленно, а третья – это доступность пиратского обеспечения в интернете, когда каждый без особых усилий может присвоить продукт, и здесь есть много работы, чтобы уменьшить этот процент и общие настроения в обществе. Неудеясь, какие постановки могут быть программией в интернете, в этом месте есть еще много, чтобы этот процент и общие на рынке будет хорошо. На этих выходных музеях страны приглашают отметить Международный день музеев. В пятницу празднование начнется в столичной ратушке с ярмаркой музеи без стен. В рамках мероприятия несколько десятков литовских музеев ознакомятся своей деятельностью в нетрадиционном открытом пространстве. Представят образовательные занятия, живые ремесла и передвижные выставки. А в субботу ночью все европейские музеи откроют свои двери для посетителей до самого утра. В международной акции «Ночь музеев» участвует большинство музеев страны. Не упустите уникальную возможность ночной экскурсии. Новости спорта. Еще один наш спортсмен получил путевку на Олимпийские игры в Лондоне. В Польше в отборочных соревнованиях по гребле на каное и байдарках Эгидиус Бальчунас преодолел дистанцию 200 метров за 37,9 секунды. Таким образом, придя к финишной прямой вторым. Кроме него, Литву на Олимпиаде будет представлять еще один гребец Евгений Шуклин. Всю неделю в Италии проходила престижная велогонка «Жиро де Италия», в которой участвовали литовские спортсмены Томас Вейткус и Рамунас Навардаускас. После 12-го этапа гонки Томас Вейткус со 108-й позиции опустился на 113-ю, а Рамунас со 145-й поднялся на 136-ю. Лидером соревнований остается испанец Хааким Родригес Оливер. В субботу вечером футбольных фанатов ждет настоящий праздник – финал Лиги Чемпионов. В Мюнхене встретятся немецкий Байерн и английский Челси. Если мюнхенский клуб выиграет матч, то это будет пятый кубок за всю его историю. Для лондонского клуба это будет первое достижение такого рода. Болельщиков ждет поистине интригующая игра. Перейдем к прогнозу погоды. В выходные будет ясно, без дождя воздух прогреется от 13 до 18 градусов тепла. Сноптики обещают, что на следующей неделе тепло вернется. Днем местами температура воздуха будет достигать 28 градусов, ночью от 12 до 15 градусов тепла. Столько новостей на сегодня. Спасибо, что были с нами. Желаем вам с пользой провести выходные. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!